Анна Анатольевна Шостакова, Тверское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». О фрагментах стенописи Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря обнаружено в ходе архитектурно-археологических исследований. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Антониев Краснохолмский монастырь находится на северо-востоке Тверской области. Он был крупнейшей обителью Бежицкого верха, обширной территорией в верховьях реки Мология. В числе вкладчиков фигурировали представители известных княжеских и боярских родов, члены царских фамилий Рюриковичей и Романовых. По свидетельству монастырского летописца, обитель основана в 1461 году белозерским монахом Антонием, а главный храм, Белокаменный Никольский собор, заложен в 1481 году. Расписана церковь спустя два столетия. В 1683 году на средства Якова Васильевича Неледенского он пожертвовал на стену и письмо по сыне своем встольнике Федоре Яковлевиче 260 рублей. В 20 веке судьба обители сложилась трагически. К сентябрю 1931 года Никольский собор был обращен в руины. Уцелели три стены, и 90 лет они простояли под открытым небом. Остатки росписи удержались на них, но лишь на уровне подмалевков и графии, сделанных по сырой штукатурке. Разгранки, абрисы фигур, завитки волос, нимбы, складки одеяний, ключевые элементы интерьера, пейзажа и архитектурного стафажа, то есть все то, что включает в себя рисун на графе, в 2010 году было скопировано в масштабе один к одному. Открылись широкие перспективы изучения стенописи. Например, на основе сделанной развертки росписи стало возможным судить о пагонографической программе ансамбля, делать выводы о некоторых стилистических особенностях изображений, соотносить стенопись Никольского собора с другими современными ей памятниками монументальной живописи. И все же, несмотря на огромный потенциал для исследователя, очевидно, что остатки росписи Никольского собора, находящиеся в исконном синтезе с архитектурой, по сути, уже давно превратились в призрак, потеряв образную выразительность. Они безвозвратно лишены цветности, личного письма, изобразительных деталей. Вместе с верхними красочными слоями утрачено яркое декоративное начало, которое отличает монументальную живопись второй половины XVII века и проявляется в орнаментации одежды, доспехов, элементов интерьера и утвори. Восполнить представление об утраченном, хотя бы в некоторой степени, позволяет фрагменты росписи, которые были обнаружены в 1991 и 1995 годах в ходе архитектурно-археологических изысканий, проведенных научно-реставрационным центром «Тверь. Проект реставрация» совместно с архитектурно-археологической экспедицией кафедры истории и искусства Санкт-Петербургского государственного университета под руководством Ультина Александровича Булкина и Алексея Маратовича Салимова. Никольский собор уничтожали варварски. Используя трактор, апсидную часть фактически вырвали из тела храма, после чего своды с головой обрушились. К началу планомерной разборки в 1991 году высота завалов достигала 2,5 метров. Фрагменты росписи перемежались с землей, бытовым мусором, навозом, известью, щебнем и остатками кладки. По завершению расчистки завалов в Никольском соборе более 200 тысяч фрагментов штукатурки и около 100 кирпичей белокаменных блоков с остатками росписи, а также большое количество клямеров, были переданы на хранение в Тверскую областную картинную галерею. С 2012 года коллекция находится во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке в отдельном помещении, оборудованном стеллажами. Для хранения фрагментов используются планшеты трех размеров. 50 на 100 сантиметров этот тип планшетов преобладает значительно. 50 на 70 и 60 на 76 сантиметров. Количество планшетов достигает 330, причем в некоторых фрески располагаются в два слоя. Общая площадь фрагментов живописи составляет не менее 200 квадратных метров. В период с 2014 по 2023 год планшеты были четырежды осмотрены художником-реставратором Татьяной Константиной Федоренко. Состояние живописи в целом характеризуется как удовлетворительное. В 15 планшетах частично осуществлен подбор разрозненных фрагментов и их склейка. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность Татьяне Константиновне за отзывчивость, неравнодушие, профессиональный альтруизм и бескорыстное служение своему делу. Признательно также Лилия Аркадьевне Титовой, Ане Николаевне Ельпантифорову из участия в подборе фрагментов. Практически все фрагменты имеют привязку к месту обнаружения. К одному из 65 квадратов со стороной 2 метра на эти квадраты была разбита внутренняя часть храма в ходе архитектурно-археологических исследований. И точный адрес местонахождения фрески нередко существенно повышает ее информативность. В настоящее время планомерно осмотрены 80% руинированной стенописи и уже можно озвучить некоторые предварительные итоги исследования. В колорите росписи Никольского собора преобладают желтые и красно-коричневые охры, зеленые краски нескольких оттенков, синий, серый, голубец, рефть. Присутствуют также белые и розовые цвета. Значительная часть коллекции – кусочки росписи одного колера. Тем не менее, на многих фрагментах можно увидеть разные по цвету, плотности и ширине прямые или дугообразные полосы, сходящиеся, параллельные или перпендикулярные друг к другу. Редко удается с уверенностью утверждать элементами каких изображений они являются. Очевидно, что в коллекции немало фрагментов драпировок, одежд, завес. Складки моделированы по основному цвету, в одних случаях более темный по тону краской, в других, напротив, разбеленный. На одном из кирпичей есть остатки изображений хитонной гематии, вероятной Иисуса Христа. Благодаря тому, что сохранился именно край гематии, фрагмент можно соотнести по масштабу со схожими элементами, уцелевшими на стенах собора на уровне графии. Изображение на кирпиче пропорционально абрисам одеяния спасителя в двух средних регистрах росписи стен. Однако фрагмент, очевидно, является частью композиции верхней зоны декорации собора, ведь именно люнеты, своды и глава храма были выложены из кирпича, тогда как стены и подкупольные столбы из белого камня. На данном фрагменте сохранились верхние красочные слои, а значит, есть возможность представить оттенок и интенсивность красной охры и голубца, использовавшихся при написании одеяний. На другом обломке штукатурки представлена часть ноговицы. Как и в случае с гематием, она соразмерна аналогичным изображением в двух средних ярусах росписи стен. Интересно, что в раскраске данной детали использована рефть серого цвета для моделировок объема черного. В сохранившихся росписях второй половины 70-х, 80-х годов 17 века ноговицы писаны, как правило, желтой охрой с коричневыми разделками. Примечательное исключение – стенопись Церкви Рождества Христов в Ярославле 1683 года. Этот элемент одежды окрашен здесь в бежево-желтый, бледно-розовый, зеленый, серо-зеленый и красный цвета. В росписи Никольского собора Антонио монастыря, в подмалевках ноговиц, уцелевших на стенах храма, вместо желтого пигмента задействованы красные и светло-серые цвета. Несколько других фрагментов фресок свидетельствуют, скорее всего, о применении в живописи Никольского храма распространенного способа орнаментации одежд – передника, пояса, подольника, обшлагов, рукавов, продольными поясами, полосами, между которыми, иногда чередуясь, размещаются ромбы, прямоугольники, кружки или точки. Узор обычно наносился красновато-коричневыми линиями по желтой основе. Размер рисунка на фрагментах из Никольского собора позволяет делать вывод о его принадлежности к крупногабаритному изображению. Оно могло находиться в верхних частях стенописи или на одном из четырех подкопольных столбов. Схожую функцию декорирования одеяний больших фигур выполняли, возможно, и геометрические орнаменты из продольных параллельных линий с примыкающими к ним треугольниками, между которыми через равные промежутки располагались кольца. Рисунок нанесен тонкой светлой линией по желтой основе и ныне едва прослеживается даже с близкого расстояния. Аналогов его в русских стенописях 1680-х годов найти пока не удалось. Дело в том, что сложность сопоставления фрагментов живописи Никольского собора с другими уцелевшими до наших дней стенописями того времени обусловлена целым рядом причин. Во-первых, некоторые росписи полностью или частично находятся под записями, поэтому в стилистических сравнениях в избежании ошибок надо быть предельно осторожным. Живопись, не имеющая поновления или освобожденная от них, часто лишена верхних моделировочных слоев краски, а значит и возможности представить ее во всех нюансах. Впрочем, даже если памятник монументальной живописи имеет хорошую сохранность, тщательно разглядеть композиции во всех деталях при отсутствии строительных лесов можно лишь на уровне нижних ярусов росписи. И в данном случае неоценимым подспорьем являются редкие альбомы, посвященные той или иной стенописи, содержащие большое количество качественных иллюстраций. Однако не стоит умалять значение обычного визуального осмотра фрагментов, проведенные со всей тщательностью он дает свои плоды. Например, позволяет выявить косвенные художественные связи между разными изображениями. Интересен фрагмент росписи с частью геометрического орнамента, в котором на желтом фоне по сторонам от голубого прямоугольника нарисованы красноватые круги. Все детали имеют одинаковую двойную обводку белой и желтоковичневатой краской. В соседнем квадрате найдены фрагменты штукатурки, на каждом из которых изображение круглого элемента диаметром 1,5-2 см. Художник, используя несколько цветов и варьируя плотность мазка, умело обыгрывает объем, создавая иллюзию выпуклой поверхности, от чего детали кажутся пластически сочными. Не исключено, что это изображение пуговиц или драгоценных камней, которым могла быть украшена одежда, головной убор, особо значимый предмет, наделенный сакральной функцией, чаша, престол, Евангелие, предположений много. Схожие детали имеются в росписи и на большом белокаменном блоке, оставшемся от одного из подкупольных столбов собора. Несмотря на значительную площадь рассматриваемого фрагмента, его занимательность интерпретировать изображение пока не удается. Примечательно, что в его верхней части на зеленом фоне нарисованы белые бордовые голубые диагональные полосы. Схожий рисунок прослеживается на двух других каменных блоках, известных по фотографиям. И этот же линейный мотив присутствует в орнаменте, который уже подобран из небольших фрагментов стенописи. На зеленом фоне по сторонам от вертикальной желтой полосы шириной около 8 см, слитые в единое целое геометрический узор из белых бордовых голубых полос и стилизованные цветы двух разновидностей. Изящные голубые бутоны с тремя заостренными лепестками прорастают в местах пересечения линий. На контрасте с ними круглые светлые соцветия с внушительной круглой сердцевиной красного цвета. Орнамент получается многосоставной, затейливый. Его отличает сложный ритм, построенный на разномасштабности компонентов, на игре линий прямых и закругленных, на взаимодополнении цветов звучных и нейтральных. Художник стремится вывести изображение за рамки плоскостной трактовки, придать ему некоторую объемность за счет коричневатых и зеленоватых притенений и белильных обводок. Зеленый цвет в росписи Никольского собора в качестве фона для орнамента применяется неоднократно. Например, в роли цветовой среды он использован при создании узоров, построенных на плавных, извивых, тонких бордовых побегах. Они завершаются круглыми почковидными утолщениями. На одном из фрагментов, рядом с завитком лозы, есть красный бутон с тремя заостренными лепестками. Сейчас верхние красочные слои частично утрачены. Изначально же и у стеблей, и у соцветий при их наличии была очевидно белильная обводка. Не исключено, что в некоторых случаях по краю побегов шло коричневое притенение. Принцип обводки побегов по контуру белой краской с одной стороны и темной с другой – достаточно распространенный прием в стенописях второй половины XVII века. Иллюстрируют его орнаменты в церкви Спаса на Синях в Ростове Великом и в Вознесенском соборе Тутаеве. Это росписи конца 70-х, начала 80-х годов. В иной стилистическом ключе выполнены на зеленом фоне переплетения из светлых линий. Рисуя их, мастер не стремится передать эффект объемности. Художественная сила узора заключается в его безыскусственности, вольности композиции, возможности импровизации. В 70-80-е годы XVII века схожими по устроению и изображениями в храмах украшались обычно нижние зоны стены подкопольных столбов, прежде всего ярус живописных полотенец. Примечательно, что у кромки двух фрагментов плетенок из Никольского собора заметны остатки изображения красного цвета, возможно, это часть цветочного лепестка. На двух других группах фрагментов просматривается еще один тип орнамента. Основная роль в нем также принадлежит белилам. Изящный растительный мотив на бордовом фоне рождается из оттеночного письма, нюансов растяжки цвета по тону и градации плотности его нанесения, из вариативности линии и артистичности мазка. Несколько образцов орнаментов, рассмотренных выше, это лишь малая толика некогда существовавшей стенописи Никольского собора декоративной системы. Однако и малая может свидетельствовать о многом. Например, о том, что мастера, разрабатывая геометрические растительные орнаменты, могли объединить их в одну сложную композицию. Еще более значим факт применения не только разных по характеру рисунков, но и совершенно непохожих друг на друга по пластике художественных решений. В заключении доклада мне хотелось бы сказать, что завалов внутри Никольского собора были найдены остатки личного письма. Волос и бороды, носа, кисти руки, носа, уст, глаз. Эти фрагменты являются преимущественно частью больших изображений, располагавшихся либо в верхней части храма, либо на подкупольных столбах. И пока за неимением широкого ряда качественных примеров, преимущественно фотографий личного письма в верхних зонах других стенописей того времени, сложно проводить какие-либо параллели. И все-таки при взгляде на фрагменты ликов данных возникает ощущение их классичности и пропорциональности черт и мягкости моделировок объема, что не всегда далеко в памятниках того времени присутствует. Итак, остатки росписи Никольского собора Антонио-Монастыря хранятся во Всероссийском историко-этнографическом музее в хороших условиях. И все же фрагменты очень нуждаются в внимании реставраторов, ведь потенциал стенописи, найденной в ходе археологических исследований, раскрывается полностью только после проведения планомерных работ по подборке фрагментов их склейки. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Анатольевна. Есть ли у нас вопросы? Вот вы там показывали такие замечательные орнаменты, но у вас не возникает ощущение, что там могут быть записи поздние? Потому что впечатление такое, что это поздняя запись. Есть ли данные, что живопись сохранялась с 17 века до 20-го без записей? На блоке, на блоке, вот такой яркий, то есть смущает именно яркая такая прям, вот это вот справа, да-да-да, вот. И такое впечатление, что сверху вот то, что зеленое, что это некий зондаш. Вот меня, не знаю, может быть, я неправильно понял, вижу, вот, но какой-то явный контраст вот по сохранности с другими вот частями, ощущение, что это переписано, ну, прописано. Есть такая информация, что вот были записи? Да, скорее всего, собор не был записан, потому что, во-первых, период его расцвета относится, ну, скажем так, к позднему средневековью, а после Екатеринской реформы он, в общем-то, стал приходить в упадок, и, ну, тут уже финансово вряд ли были большие возможности, и сведений о том, чтобы собор был записан, нет. Есть только информация о том, что были поновлены изображения в алтарной части. Это первый момент. Второй момент. Может быть, вот яркость этого блока как-то связана с тем, что вот он же тоже располагался в завале, и, может быть, из-за этого цвет так хорошо сохранился, потому что по ходу разборки завалов обнажалась живопись на стенах храма, и чаще всего, да, кстати, в нижней части вот там были поздние полотенца, которые уже в конце 19-го, там совсем другая штукатурка, и там другие цвета, но открылся небольшой фрагмент нижней стенописи 1683 года, который был очень яркий. Только за неимением возможности его снять со стены, тогда же его законсервировали как бы вот этим строительным мусором, он до сих пор находится там вот в такой консервации, поэтому мне кажется, что несмотря на такую вот большую разницу в цвете, это все-таки первоначальная роспись. Можно я тоже спрашиваю, Анна Анатольевна, простите, пожалуйста, мое незнание, но вы ничего не сказали о том, были ли какие-то фотографии, какие-то прорисовки до того страшного 1931 года, когда все это произошло? Вот какая-то информация об этом есть? Есть ли шанс ее найти? Что касается обследования самого собора и его архитектуры, то собор исследован очень хорошо. Что касается живописи, то она была обследована в 1961 году Богуславской сотрудникам Русского музея, и тогда были сделаны черно-белые фотографии. Этими фотографиями, благодаря сотрудникам Русского музея, я располагаю, это общие виды, не отдельные композиции. Исследовал ли кто-то ее? О фиксации ничего неизвестно, и, скорее всего, ее не было. Вообще, самым первым, можно сказать, исследователем собора в конце 19-го, начале 20-го века был игумен монастыря. Он стал исследовать историю монастыря, но про живопись он подробно не писал. И я уверена, что в той ситуации, которая была в начале 20-го века, после революции, никто не занимался этой живописью, потому что даже после того, как собор разрушили, точнее, его как отдали машино-тракторной станции, и сразу началось его разрушение, и даже уже через несколько лет, перед войной, по-моему, в 1938 году, уже тогда опомнились, обследовали руины. И в одном из актов технического обследования сказано, что вот древний собор находится в ужасном руинированном состоянии, надо с этим что-то делать, и собирались проводить какие-то работы, но это было перед самой войной, и тогда не получилось. А вообще, и после, даже во время войны, по-моему, уже в 1944 году, собор был обследован студентами Московского архитектурного института, но, опять-таки, тогда производились обмеры стен, а не живопись. Спасибо. А у меня в продолжение тоже вопрос. Ну, всё-таки это какой-то такой, да, заметный крупный памятник, а вот сектор свода Государственного института искусствознания, когда они, да, тверские томаты, готовили, да, они не исследовали это? Значит, этот памятник, конечно, присутствует в своде, и роспись его упоминает Смирнов, описывая Краснохомский собор и монастырь-собор, но не детально, просто говорится о том, что это значимый памятник. Несколько изображений атрибутируются верхних частей храмовой декораций и всё. А вот недавно вышла книжка Анны Павловой, и там тоже ничего такого нету, да? Да, она относится к росписям уже 18-19 века. Я книгу не видела, честно признаюсь, но как бы интересовалась, и, по-моему, всё-таки там уже с 18 века. Понятно. Спасибо.